Привет, ребят, как жизнь? Этот канал посвящен всему, что связано с укреплением потенциала, так? Я имею в виду, здесь есть видео о том, как улучшить умственные способности, поэтому у вас есть ресурсы для написания тестов и выполнения сложной работы. Есть видеоролики про то, как можно улучшить здоровье, поэтому у вас больше энергии на ежедневной основе. И есть видосы, рассказывающие о продуктивности. Но один из ресурсов, о которых мы не говорили на этом канале, — ваши деньги. И это странно, ведь последние три с половиной года я параллельно делал подкасты про финансы. Я не особо горжусь тем, что несколько дней провел, рассматривая финансовую таблицу. Звучит немного скучно, да? Теперь, когда я потерял всех друзей, у меня есть время на то, чтобы выделить семь общих финансовых ошибок, которые стоит избегать, если хотите начать строить себе прочную финансовую базу. А вот и ламы. Среднесрочные расходы. Итак, первая ошибка — планирование среднесрочных расходов. И под этим я подразумеваю расходы на месяц вперед, то есть на ближайшее будущее. Наверное, вам, как и большинству людей, известно, что в конце месяца надо платить аренду. И еще есть много других типичных статей расходов. Каждую неделю надо покупать еду, а завтра нужно как можно скорее пойти и купить DVD Тима и Эрика Кримбеса. Ну, вы знаете. Но то, что вы, скорее всего, не осознаете, это тот факт, что, возможно, через три месяца вам нужны будут учебники для следующего семестра. Или что скоро праздник, и надо бы купить подарки. Многие люди не задумываются о таких среднесрочных расходах, и это может принести проблемы. Вот почему важно смотреть вперед и задавать себе вопрос, что скоро произойдет в моей жизни. Для меня это как тренировка на внимательность. Подумайте обо всех сторонах вашей жизни и о том, что нужно будет сделать в среднесрочном будущем, дабы убедиться, что все будет гладко и что вы готовы к любым расходам, которые оно может принести. Анализ «Что если» Ошибка номер два – совершать большие финансовые решения в вашей жизни, не проведя анализ «Что если». Суть в том, что вы берете данные о вашей текущей финансовой жизни и спрашиваете «А что если?» И проводите детальный анализ. Вы спросите, что произойдет, если я, скажем, куплю новый автомобиль или получу новую работу, или возьму выплату за текущую работу, потому что, возможно, мне хочется работать не полный день, чтобы больше времени тратить на увлечения. Многие люди приходят к таким большим решениям, фактически не замечая, что они делают с цифрами, которые управляют их финансовой жизнью. Но, несмотря на все мои недостатки и глупые решения, что я делаю в жизни, есть одна вещь, которая отличает меня от многих людей в этом плане. За последние пару лет я разрабатывал очень сложную электронную таблицу, в которой собрано все, что связано с моими финансами. Она позволяет мне легко проследить этот анализ «Что если?» Анализ? Анализ. Да, верно, анализ. То, что вы видите на экране, наверное, выглядит сложновато, и вам определенно не нужно создавать подобное безумие, хотя я оставлю демонстрационную версию этой таблицы в описании ниже, если захотите скачать ее и поиграться. Но, по сути, я сделал таблицу, чтобы использовать все свои источники дохода и все свои типичные ежемесячные расходы. С левой стороны есть ячейки, где я могу все добавить, вычесть, поделить и делать всякие математические штуки. В общем, здесь я отслеживаю, сколько денег осталось в конце месяца, сколько я инвестировал, сколько потратил на жилье и все другие подобные вещи. Честно говоря, я очень влекся этим. У меня даже есть второй лист в таблице, где собраны точные суммы федеральных и государственных налогов, чтобы я мог видеть, сколько налогов нужно платить с учетом моих доходов за год. Самое крутое здесь то, что если я захочу внести изменения в жизнь, я моделирую это, прежде чем поменять что-то на самом деле. Поэтому всякий раз, когда вы размышляете о больших финансовых переменах в своей жизни, я призываю вас провести анализ «Что если?». Создайте таблицу или, по крайней мере, прокрутите в своей голове, сколько вы получаете в месяц и сколько вы тратите на ежемесячной основе, а затем смоделируйте ситуацию в уме или на бумаге, чтобы заранее знать, как обстоят дела и случайно не попасть в просаг. Резервные фонды Ошибка номер три, возможно, самая большая ошибка. Отсутствие резервного фонда. Многие люди, которым нужно погасить долг, вложить деньги в фондовый рынок или совершить другие рискованные инвестиции, не заморачиваются над тем, чтобы отложить сумму, которую можно потратить в случае, если что-то пойдет не так. Поэтому вот вам небольшой инсайт из моей личной денежной философии. Цель номер один при создании финансовой базы – быть уверенным, что сможете принять на себя удар. Что значит удар? Ну, это когда кто-то сжимает кулак и прикладывает его к костям, тканям и коже вашего лица, а потом появляется фингал. Но в метафорическом смысле, вот этот удар – все, что требует вас заплатить большую сумму денег, которую вы не ожидали, чтобы вы могли продолжить жить так, как хотите. Самый простой способ гарантии того, что вы сможете принять удар – создать резервный фонд, иметь наличные сбережения, которые можно использовать, когда это необходимо. Многие люди спрашивают меня, какая сумма должна быть в резервном фонде, сколько средств должно быть на вашем сберегательном счете, прежде чем вы сможете оплачивать долги или инвестировать. И хотя я не могу дать вам точные цифры, потому что существуют огромные различия в стоимости жизни во всем мире и еще куча других переменных, но у меня есть пара чисел, с которых можно начать, и это проверено на практике. Цель номер один из того, что приходит мне на ум – создание резервного фонда в 500 баксов. Для ясности, это всего лишь цифры, которые, на мой взгляд, являются полезной цифрой для начала, но где-то в другой точке мира может быть совсем иной показатель стоимости жизни, чем, скажем, у тех, кто живет здесь, в Америке. Поэтому, если хотите узнать эквивалентную цифру для места, в котором живете, можно зайти на сайт Намбио и провести сравнение стоимости жизни между двумя городами. Например, я сравнил мой родной город Демойн, штата Айова, с Прагой. Как вы можете видеть, стоимость жизни в Демойне в 1,3 раза больше, чем в Праге. Понятное дело, что это средние данные, поэтому в реальной жизни будет немного иначе, но это хороший инструмент планирования. Во всяком случае, цель номер два после того, как вы выделили 500 долларов для экстренного фонда – определить свое число. Что это значит? Ну, это ваши минимальные ежемесячные расходы. Это траты на Нетфликс, Спотифай, весь шоколад, что вы покупаете в продуктовом. Да, я предусмотрел это. Нужно выяснить, какое количество денег вам необходимо для поддержания минимального уровня жизни в городе. Речь не о том, что вас выгонят из квартиры или типа того, но надо же еще покупать рис и бобы и все такое. Можете посмотреть на свою банковскую выписку и узнать, что в прошлом месяце вы потратили 1200 долларов на все ваши расходы. Просмотрите все расходы и выделите те, которые кажутся вам незаменимыми. Сумма уменьшится до 800 долларов. Таким образом, 800 долларов в месяц – это минимальный месячный порог. Цель номер два заключается в том, чтобы постоянно поддерживать сумму наличных денег в вашем расчетном счете. Это означает, что после того, как все ежемесячные расходы будут учтены, эта сумма должна быть оставлена на вашем банковском счете. И, наконец, цель номер три – это просто комбинация первой и второй цели. Необходимо иметь счет в 500 долларов на случай чрезвычайной ситуации, может, сберегательный счет, а также минимальную ежемесячную сумму в качестве подушки безопасности на основном счету. Только так вы сможете оплачивать долги и, в принципе, выходить за пределы ежемесячных минимумов, совершать рискованные инвестиции, такие как фондовый рынок, взаимные фонды, ну, что бы там ни было. Биткоуна! Кредитная карта Ладно, ошибка номер четыре – не следить за балансом на кредитной карте. Я пользуюсь кредитной картой каждый день уже около девяти лет, но я не рассматриваю ее как кредит или заемные деньги. Для меня кредитная карта – это просто промежуточный этап между моим банковским счетом, деньгами, которые у меня есть, и покупками, которые я хочу сделать. Это значит, что, хоть я и использую кредитную карту для большинства ежедневных покупок, я слежу за тем, чтобы каждый месяц расплачиваться и полностью восстанавливать баланс. Также я установил в настройках автоплатежи, поэтому могу быть уверен, что все будет оплачено. Причина, почему это так важно, заключается в том, что кредитные карты в целом – очень плохой инструмент для заимствования денег. Не думаю, что концепция долга сама по себе зло, но то, как работают кредитные карты в этом плане, может принести вам неприятность очень быстро. На кредитных картах часто бывает 20% ставка и выше, а если накапливаешь на балансе с высоким процентом, вы просто не успеваете расплачиваться, потому что процент растет быстрее. Поэтому, пожалуйста, поднимите руку и поклянитесь мне, что если вы собираетесь использовать кредитную карту, а я думаю, что вам стоит это делать, всегда оплачивайте свой баланс в конце месяца. Никогда не загоняйте себя до того, чтобы платить проценты по кредитам. Создание кредитной истории Пятая ошибка – отказ от кредитной истории в принципе. И это обратная сторона монеты. Некоторые люди настолько боятся долгов, что отказываются использовать кредитные карты. Они отказываются иметь любую задолженность и ненавидят долги, но это тоже деструктивное мышление. Подумайте об этом на секунду с точки зрения философии. Есть поговорка «один в поле не воин». Сегодня это звучит правдивее, чем когда-либо. Для достижения почти любой большой цели сегодня требуется ваше участие в жизни общества, и это обычно предполагает взаимодействие между незнакомыми людьми. И нравится вам это или нет, в нашем обществе один из основных способов оценить добросовестность незнакомца – посмотреть его кредитную историю. Можете ли вы одолжить денег и быть уверенным, что их вернут обратно? Такой индикатор доверия используют во многих сферах жизни, будь то нечто большее, типа ипотеки, или что-то относительно простое, например, согласие на аренду квартиры. Я реально знаю людей, которые хотели снять квартиру, и у них было более чем достаточно денег на банковском счете, чтобы заплатить за шесть месяцев вперед или даже годовую стоимость аренды, но и им отказали из-за небольшой кредитной истории. Так что начинайте заполнять свою как можно быстрее. Когда мне было 18 лет, я получил кредитную карту с лимитом в 500 долларов, и так же, как и сейчас, каждый месяц полностью возмещал баланс. И честно, если вы будете так делать, вам даже не нужно будет пользоваться картой для каждой отдельной операции. Вам не нужно будет носить карту с собой изо дня в день и бороться с соблазном. Вы можете просто оставить ее в ящике и только оплачивать что-то типа Netflix или Spotify. Инвестиции Ошибка номер шесть – не инвестировать деньги или слишком долго ждать, чтобы сделать это. Альберт Энштейн однажды сказал или нет, что «самая мощная сила во вселенной – сложный процент». У этой цитаты не особо надежный источник, но это правда. Сложный процент может творить чудеса, если вы займетесь этим достаточно рано. Итак, есть два вопроса, связанных с инвестированием. Первое и главное – где инвестировать? Как правило, люди не знают ответ, потому что вариантов так много, что непонятно, с чего нужно начать. Я не финансовый консультант и не хочу быть тем, кто скажет вам, куда нужно вкладывать деньги. Поэтому я просто расскажу вам, как поступил сам. Когда я начал учиться в колледже, у меня был аккаунт Vanguard, и я вкладывал туда небольшую сумму каждый месяц, а потом сделал аккаунт на сайте Betterment. Помимо этих ресурсов, есть много других, где можно инвестировать деньги. Есть такие места, как Fidelity или, возможно, ваш локальный кредитный союз или банк. Одно но. Если вы хотите избежать высоких комиссионных в любых инвестициях, которые выбираете, то любая ставка более 1%, и есть причина, по которой стоит избегать таких инвестиций. Помимо этого, есть классные книги, типа «Я научу вас быть богатым», где можно узнать больше, и, кстати, мы сделали целый эпизод об инвестировании в нашем подкасте. Ссылка в описании. Есть еще такие сайты, как Boaklets, на которых можно найти действительно здравые советы, на мой взгляд, так что советую посмотреть подобные ресурсы. И это подводит нас ко второму вопросу. Если я студент, нужно ли мне оплачивать все свои студенческие займы как можно быстрее, или лучше оплачивать минимальные суммы, а оставшиеся деньги инвестировать? Здесь много нюансов, и, возможно, мне стоит посвятить этой теме целый видеоролик, но я коротко поделюсь с вами мыслями на этот счет. Прежде всего, ответ на этот вопрос зависит от того, насколько терпимо вы относитесь к тому, что у вас есть долг. Если вы из тех людей, которые чувствуют эмоциональный груз от него, вам, вероятно, следует погасить его как можно быстрее. Если же вы более толерантны к этому вопросу, тогда мы уже можем начать обсуждать это. У инвестиций есть определенная норма прибыли, и ваш долг будет иметь конкретную процентную ставку. Если норма прибыли на инвестиции выше, чем процентная ставка по вашему долгу, то вложение денег в такие инвестиции в конечном итоге принесет больше денег, чем если бы вы потратили их, оплачивая долг, и при этом не инвестировали бы в принципе. Между этими цифрами существует разброс, это как раз то, на чем можно сделать деньги. Но проблема в том, что норма прибыли на любые инвестиции неопределенная. Такова природа инвестирования. Вы берете на себя определенный риск в плане вознаграждения. Именно поэтому вы должны быть готовы к риску, чтобы использовать эту стратегию. Если вы инвестируете куда-то вроде индексного фонда, который является простой инвестицией после фондового рынка, и вы рассматриваете такую историю инвестиций в долгосрочные перспективы, норма прибыли будет около 7%. В описании под видео будет ссылка на крутой пост в блоге, где будет информация по этим данным. Вы сейчас, наверное, подумали, что 7% звучит отлично, ведь мои студенческие займы составляют 4%, так что это, безусловно, правильное решение. Единственное «но» 7% – долгосрочная цифра. Иногда ситуация на рынке ведет вверх, и вам может вернуться 20%, но в другое время, например, как это было в 2008-м, доход отрицательный, и вы можете потерять кучу денег. Поэтому, говоря о долгосрочных доходах, вы должны понимать риск. И по этой причине я считаю, что неплохо бы иметь подушку безопасности между этими 7% и процентной ставкой на ваш долг. Вот правила из моей практики для тех из вас, кто терпимо относится к риску и хочет увеличить доходы настолько, насколько это возможно. Любой долг, который имеет 5% или более высокую процентную ставку, нужно стараться погасить как можно быстрее. Не инвестируйте, пока не сделаете этого, не забывайте про резервный фонд, и не инвестируйте в фондовый рынок. Что касается любого долга ниже 5%, просто вносите минимальную сумму за долг и то, что остается в конце месяца, вложите в ответственные инвестиции, такие как индексный фонд. Деньги на уме слишком часто. Мы добрались до последней финансовой ошибки, и это скорее мета-ошибка по сравнению с другими, но я думаю, это все-таки важно. Ошибка следующая. Фокусироваться на немедленной окупаемости инвестиций во всех ваших решениях. Я имею в виду то, что многие люди слишком часто концентрируются на деньгах. Они отказываются от возможностей, которые могут привести к большему потенциалу и личностному росту, карьерному росту, развитию в отношениях, а все потому, что сейчас у них нет зарплаты. Как только вы создали финансовую базу, и это важно, как только вы будете в состоянии принять удар, начните думать наперед. Начните инвестировать самостоятельно, не зацикливайтесь на деньгах слишком сильно. Развитие личности не должно стагнировать. И здесь я должен упомянуть о том, что инвестиции в себя далеко не только результат траты денег. Я имею в виду, что вы должны тратить время и силы на свое развитие так же, как и деньги. Ведь многие думают, что просто покупая книги о продуктивности или оборудовании для спортзала, они волшебным образом станут крепче, продуктивнее и умнее. Это не так. Когда речь идет о профессиональном развитии, мы говорим о трех разных шагах. Во-первых, это покупка новых инструментов. Самая интересная часть, которая дает самый большой выхлоп. А еще есть этап обучения и этап практики. Оба эти этапы сложнее и не так забавны, как поход в магазин за новыми вещами, но в конечном итоге куда более полезны и важны. Ранее в видео мы отметили, что надо смотреть вперед и следить за тем, чтобы хватало на все необходимое для вашей жизни. Одна сфера жизни, где у нас часто не получается это сделать – цифровая жизнь, особенно когда дело доходит до безопасности. У меня есть друг, который использует один и тот же пароль для банковской карты для входа на форум по Final Fantasy VII Fan Fiction. И это большая проблема. Повторяя пароли, вы становитесь уязвимы для взлома и, возможно, даже для кражи ваших денег. Поэтому, думая о будущем, убедитесь, что всегда используете сложные и уникальные пароли для каждой онлайн-учетной записи, которая у вас есть. И, как всегда, ребят, спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить следующее видео. Также можно кликнуть здесь и получить мою купюю книги о том, как получать отличные оценки. Или кликните здесь, чтобы посмотреть еще одно видео с канала. Спасибо за просмотр. Увидимся через неделю. Продолжение следует...